Добрый день! Здравствуйте! Сегодня приготовим пирог номер один. И по вкусу, и по виду нам понадобится разрыхлитель, ванилин, яйца, сметана, соль, клубника, сахар и мука. Я сейчас разрежу, мне не терпится. И хочу вам показать. Посмотрите, какая это прелесть. И это бисквит самый настоящий, с клубникой. Он настолько ароматный, настолько вкусный, что передать это словами невозможно. Но готовится очень легко. Берем три яйца, особо не заморачиваясь, чуть-чуть взбиваем, добавляем сахар. Я добавила пол порции сахара, вы смотрите на ваше усмотрение. Добавляем сюда сметану. Сметану я тоже заменила йогуртом, вернее готовым. Сюда же добавляю растительное масло. Все подряд, не заморачиваясь, добавляю соль и ванилин. Вот такое жидкое состояние превратились, как бы взбитые яйца, масло, йогурт. В муку добавляю разрыхлитель. Это целый пакет. Но для того, чтобы у меня пирог получился не мокрый, а такой вот именно бисквитный, я поменяла одну ложку муки на крахмал. Крахмал кукурузный. Теперь все хорошенечко перемешиваю и можете пропустить через сито. Я добавила так, потому что заранее оно было уже просеяно. Сперва миксером, лопаточками вот так помешаю, а потом включаю миксер и считаю. Раз, два, три. Все, долго взбивать не надо, а то будет крепкое, непонятное тесто. Мелкую клубнику нарезаю, крупную оставляю для украшения, как всегда. Хотя лучше сделать мелкую для украшения, тогда она остается целенькая. Ну все, теперь берем форму, высыпаем туда наше тесто. Посмотрите, у меня тесто какое. Оно такое, как густая, густая сметана. Добавляю сюда нарезанные кубиками, квадратиками, как нарежете клубнику. И сверху еще добавляю тесто. Опять же повторюсь, не заморачиваюсь. А крупные разрезала пополам и украшаю сверху. За это время духовку можете включить, можете не включать. Честное слово, тесто совершенно не капризное. Можно поставить в холодную духовку или в горячую. Если в холодную, то минут 40 будете печь. Если в горячую, то 30 минут хватает. Ну, опять же, духовки разные, привычки разные. Посмотрите, как вы обычно печете пироги и обязательно проверяйте, готов ли ваш пирог какой-нибудь деревянной шпажкой. Сверху посыпаем сахарной пудрой. И вначале я вам показала, какой был пирог. А вкус? Вкус мы будем пробовать сейчас. Посмотрите. Ничего не расплылось, ничего не, как говорится, не растеклось. Сейчас, когда я подниму тесто, обратите внимание, клубника, она не намочила тесто. Правда, она, некоторая клубничка убежала в край, так как мы небрежно наливали тесто, мы не возились, мы не заморачивались. Ну, а в тарелке вы увидите, что они расположились нормально, это только в одном месте. Пробу снимаю. Посмотрите. Оно не мокрое. Оно такое, как бисквит в торте. Ммм. Боже мой, какая вкуснятина. Правда, не очень сладкая. Ну, куда же сладкое лучше есть? Не доесть сладкого, чтобы потом можно было добавить сверху мороженое или рядышком положить мороженое. Как вы смотрите на это, через день вы увидите рецепт мороженого. Ну, что ж, поставьте лайки, пишите комментарии. Вам это ничего не стоит. В смысле, секунда. А мне будет очень приятно. Желаю вам удачи, успехов и счастья. Увидимся. Пока-пока.